Всем привет! Продолжаем изучение языка Си. Сегодня область видимости переменных, глобальные и локальные переменные и именованные константы. Итак, вернемся к примеру из предыдущего урока. У нас есть 4 переменные. Это количество жизней нашего игрока, значение урона от вражеских пуль и 2 переменные, хранящие значение для восстановления определенного количества жизней. В данном случае эти переменные описаны внутри нашей главной функции main и видны они только внутри нее. То есть даже видны не только внутри нее, а и после объявления. То есть до объявления, надеюсь вы понимаете, мы не можем пользоваться, например, вот этой вот переменной. Равно 0, вот так вот. Так вот, они видны только внутри этой функции. Снаружи этой функции не видны. Вот. Давайте введем еще одно такое понятие, как, например, область видимости. Вот так вот фигурными скобочками можно себе помечать область видимости. Вот. То есть это можно назвать блоком, либо областью видимости. Давайте будем называть это блоком. Так вот, переменные внутри блоков видны только внутри этого блока. То есть, например, health, она видна внутри функции main. Так же она, к ней можно будет доступиться внутри этого блока. Потому что этот блок внутри вот-вот этого. Соответственно, bullet damage, small matkit, к ним можно доступиться внутри этого блока. Здесь же, вот эта вот перемена big matkit, она видна только внутри этого блока. Выше или ниже, вот вне блока, она не видна. Так вот, в других уроках мы познакомимся с тем, как создавать свои функции. И как создавать свои файлы. Отдельные файлы с исходным кодом. Но сейчас, пока мы работаем в этом файле, соответственно, эти переменные видны внутри этого блока в этом файле. Итак, сейчас нам надо понять, что такое область видимости переменной. К примеру, нам нужно, чтобы эти четыре переменные, если мы делаем что-то по типу маленькой игры. Так вот, нам нужно, чтобы эти четыре переменные были доступны любой функции в этом файле. То есть, в этом файле main.c у нас только одна функция, int main. Так вот, чтобы они были видны по всему файлу, нужно их вырезать и вставить после всяких инклудов. Вот. В данном случае можно говорить, что это переменные глобальные. То есть, они объявлены в самом начале файла и будут видны в любой функции. Будь то main или какая-то другая функция, которая будет здесь описана. По-хорошему, эти переменные нужно сразу же переименовать. Пока мы это не сделали, скажу сразу вам о том, чтобы вы самостоятельно почитали о правилах именования переменных в си или в других языках. То есть, в поисковике так и ввести правила именования переменных в си. Также будет полезно почитать о стандартах оформления кода. И, как минимум, почитать о том, что такое венгерская аннотация. Обязательно об этом всем почитайте. Этот минимум даст вам понимание, что это все такое и ради чего оно все. После чего вы сами сможете выбирать стиль, именование переменных, функций и так далее и тому подобное. Исследовать этому стилю. Итак, продолжим. Переименовал я вот так вот переменные. То есть, что вы видите, я добавил буковку G и с верхнего регистра начинаются наши переменные. Что такое буковка G? Ну, в данном случае у нас она будет означать global. То есть, это будет понятно. То есть, в коде, когда мы будем встречать переменные вот с первой буковкой маленькой G, мы будем понимать, что это глобальная переменная. И она, в принципе, доступна всем функциям. И любая из функций может эту переменную менять. Ставлю небольшое замечание. Во всех уроках иногда будут пересекаться разные стили кодирования и именования. Для того, чтобы вы видели, что единых правил не существует. А точнее, эти правила существуют, но в рамках конкретных работодателей и компаний, в которых, например, вы там будете работать. Эти стили могут отличаться. Если вы пишете для себя, вы можете придерживаться там своего стиля. Но лучше выбрать какой-то общепринятый, исследовать ему. Тогда будет гораздо проще адаптироваться на новой работе к тому стилю, который принят у работодателя и в компании. Итак, идем дальше. Мы создали 4 глобальных переменных. Что тут еще нужно изменить? Смотрите. В данном примере настоящая переменная у нас только G-health. Ну, что я имею в виду по словам настоящая? Ну, у нас меняется только она. Только жизни будут меняться. То есть, могут либо уменьшаться, либо увеличиваться. Но меняются только G-health. То есть, переменные. То есть, переменные происходят только в этой переменной. В этой ячейке памяти. Вы помните, что компилятор создает, выделяет память, нужную для хранения значений, целочисленных значений. И связывает эту ячейку памяти с идентификатором G-health. Вот. Так вот. Если возьмем вот эти три переменные, то по сути они являются просто константами. То есть, это просто значения, которые меняться не будут. То есть, они не будут увеличиваться или уменьшаться. Даже если это и будет происходить, то в рамках, возможно, какого-то еще коэффициента, на который они будут умножаться. Но в данном случае это просто константы, а не переменные. Так вот, к чему это я? А это я подвожу к понятию именованных констант. Давайте я выделю, удалю и сделаю вот так вот. Что новое вы тут увидели? Вы увидели define. Также вы увидели решетку. Решетка и следующее за ним слово уже должно вам дать понять, что это инструкция препроцессора. То есть, когда препроцессор будет обрабатывать этот файл, он будет смотреть на те слова, на те инструкции, которые ему известны. Define ему известно. Какой формат у этой инструкции? Решетка define, слово и подставляемые значения. Даже не значения, а подставляемый текст. Это может быть текст, либо циферки, либо другие вот такие же define. Так вот, с этого момента, при любом появлении имени, вот этого вот, если только оно встречается не в тексте, заключенном в кавычке, и не является частью определения другого имени, оно будет заменяться на соответствующий ему подставляемый текст. Имя имеет тот же вид, что и переменная. Последовательность букв и цифр. Начинающиеся с буквы. Подставляемый текст, то есть вот это, может быть любой последовательностью символов, среди которых могут встречаться не только цифры. Правила хорошего тона говорят о том, что все буквы в именах, именованных констант, должны быть в верхнем регистре, то есть все заглавные. Это будет говорить и вам, и другим программистам, которые будут встречать в коде такие вот константы, о том, что это просто константа, и в нее нельзя ничего записать, и ничего считать. То есть у нас уже есть некий стиль написания кода. Маленькая буковка G говорит, что это глобальная переменная. Все в больших буквах, в верхнем регистре говорит, что это константы, что это именованные константы. Итак, давайте теперь изменим нашу программу, которая была в предыдущем уроке. Вот она. Вот мы ее изменили. Теперь давайте посмотрим на нашу программу еще раз. Помните, что делает препроцессор? Он перед началом компиляции готовит файлы для компиляции. Директива include говорит, что нужно включить содержимое указанного файла. Ну, это мы помним. Так вот. Вот эти вот именованные константы будут заменены на вот эти вот значения. То есть, препроцессор начнет обрабатывать файл и увидит include, вставит содержимое файла. Увидит define, запомнит. Ага, это именованные константы. Увидит в коде bootlet damage. Он проверит, есть ли это в именованных констандах. Есть. И вместо вот этого поставит циферку 80. Вот. Поэтому, после обработки препроцессором, наша программа, вот это в данном случае, будет выглядеть вот так вот, перед тем, как уходить на компиляцию. Вот так вот будет выглядеть она. Так вот, 50. Как вы видите, никаких именованных констант здесь не осталось. Ну, после того, как обработает препроцессор, да? Вы можете спросить, так а зачем же такие вот сложности? Почему сразу же циферки не писать? Ну, а я вам отвечу, что это не сложности, а как раз наоборот. Посмотрите внимательно. Вот вы видите какие-то числа. 80, 20, 50. И тут еще более-менее понятно, потому что весь текст программы вмещается в один экран. Вот. Ну, и благодаря функции printf понятно, что происходит. То есть, прочитав вот этот текст, мы можем понять. Ага. Получил урон. Вот. Ага, 80. Это не просто 80, это урон. Вот. Но. Без... Но в других случаях вот такие вот магические числа заставляют нас или других программистов тратить дополнительное время, чтобы понять код. А код должен быть максимально понятным. И в идеальном варианте он должен читаться как простая документация, но в виде кода. Второй момент. В процессе разработки мы хотим поменять значение урона, например, пулей. И тут появляются новые проблемы. В нашей программе нужно как минимум в двух местах сделать эти изменения. А как правило, этих мест может быть гораздо больше. И не в одном файле. Ну, а теперь давайте-ка я сделаю еще и вот так. вот так вот сделаю. И поубираю комментарии. Давайте и тут уберу. Вот. И предположим, это все у нас разбросано по коду. то есть много файлов, много-много всего. Вот тут уже сложно сказать, где мы получаем урон, а где мы используем аптечку. Единственное, мы можем догадаться только из вот этих вот плюсиков или минусиков. То есть, минус 20, ага, наверное, урон получили. Плюс 20, ага, наверное, восстановили жизнь. Или может быть по каким-то другим причинам, но наши жизни возрастили на значение 20. Вот. Так вот, в целом, вот такие вот числа непонятные. Они называются магическими числами. Магические числа, они потому, что совсем непонятно, что они означают. Им нужно потратить время для того, чтобы понять, что же это за числа. Изменить, к примеру, тот же урон тоже не так легко. Потому что, например, вот таких вот значений 20 по всему проекту может быть много. И каждое значение 20 не обязательно означает, что это там, например, урон, да, или что это аптечка. Может быть, где-то 20 это просто смещение по координате X или Y. Например, игрок прыгает и в максимальную высоту мы определяем его текущее положение плюс там 20 пикселей. вот. Дальше 20 это может быть количество монет, количество очков, которые даются за выполнение чего-то и т.д. и т.п. То есть, в каждом случае нужно будет внимательно вычитывать код, смотреть условия, то есть, если нет комментариев и т.д. и т.п., то есть, нужно будет понимать, что же это за магические числа. Поэтому крайне нежелательно использовать магические числа. Для всего этого добра есть у нас именованные константы, которые вы можете с легкостью использовать и дальше, если вам нужно будет поменять значение, то вы меняете только в одном месте в месте объявления этой константы. Вот здесь поменяли, дальше при процессор сам везде все подставит. Иначе же жизни у нас в одном месте будет отниматься, в другом, в третьем и в каждом месте нам надо будет менять вот это 20, искать. Случайно мы можем пропустить какую-то строку, случайно мы можем изменить ненужное значение, так как они например эти значения здесь пока совпадают и так далее и тому подобное. Поэтому вот так вот. И еще и еще если вы объявляете локальные переменные, старайтесь их объявлять максимально близко к месту их использования. Ну об этом в принципе мы поговорим в следующих уроках. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.